Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лав, а в эфире канал Unchained. И сегодня я начну цикл прохождения по такой игре, как XCOM Enemy Unknown. Игра вышла примерно полгода назад, я не сразу в неё поиграл, хотя очень долго хотел. Я фанат этого жанра, но что-то меня отталкивало, и даже первые мои впечатления об игре были крайне негативные. Я весь сплевался, потому что это уже далеко не классический такой вариант пошаговых стратегий. Это такой современный, стильно-аказуальный, упрощённый во всём буквально вариант. Поэтому он мне не понравился, но я поиграл, поиграл, и в итоге втянулся. Он играется... Да, эта игра играется по-другому, совершенно не так. Но играть можно, если учесть, что со времён Серпая Молотая, а он вышел в 2005, если я не ошибаюсь, в году, в этом жанре вообще ничего играбельного не выходило, то это действительно на безрыбье, это просто отличная игра, и я в неё засел, я буду её проходить снова и снова, скорее всего, на разных таких настроечках. Вот. И я знаю... Да, ещё небольшое отступление. Я знаю, что на моём канале уже очень много начато всяких видео по разным играм, то есть там буквально несколько серий. Но, к сожалению, я прикинул, что если я буду выпускать вот там, допустим, сразу три игры, то до XCOM я дойду через месяц или через два только. И, скорее всего, к тому моменту интереса к игре у меня уже не будет такого, я наиграюсь вдоволь. И снимать, скажем так, без желания играть, я не вижу смысла, поэтому я считаю, что надо снимать сейчас, пока у меня есть азарт, интерес. Потому что моя речь будет намного интереснее, чем я буду пытаться из себя что-то выдавить. Вот. Но в то же время я создал или создам в официальной группе канала опросник, или просто запись, в которой вы можете написать, по каким или по какой игре вы хотите видеть серии чаще, и, следовательно, по той игре я буду выпускать чаще серии, а менее популярные будут реже выходить, то есть все будет чередоваться, и никто не обидится. Так вот. Играть я в XCOM буду на высокие сложности. Кстати, я абсолютно не понимаю, почему высокая сложность здесь называется высокой. На самом деле, в оригинале на английском языке это называется classic, то бишь классический вариант сложности. А вот этот, по-моему, не помнишь, как называется, обычный, normal, классический, это невозможный. Вот. То есть классический имеется вариант как раз-таки для тех, кто любит играть в такие игры, а обычный это уже для тех, кто далек от подобных игр. Я не знаю, почему перевели именно так. И я уже поленился просто переустанавливать игру, чтобы она стала английской еще и в тексте. Я поначалу побоялся, что будет много текста здесь каких-то каких, я не смогу точно понять, но все оказалось нормально. И вот так вот, в общем-то, будем на русском играть. Я думаю, не все знают английский хотя бы так же хорошо, как и я. И я буду играть в режиме терминатор. Опять же, непонятно, почему его назвали терминатор, хотя он должен переводиться как железный человек. Не знаю, зачем поменяли железный человек на терминатор. Тут какие-то абсолютно непонятные такие изменения. Что то, что другое, мне кажется, абсолютно одинаково отзвучало бы. Так вот, суть этого режима, мы не можем сохраняться, загружаться. Я абсолютно не вижу смысла играть вообще в игры без такого режима, если он есть. А если его нет, то эта игра, скорее всего, слишком легкая и не очень интересная. Суть в чем этого режима? Мы, если мы выходим, то мы выходим с сохранением. Просто так выйти мы не можем, то есть откатить какие-то действия мы тоже не можем. То есть, если нас убили, нас убили. Если мы там напортачили где-то с постройкой, значит мы напортачили. Все, то есть, ни шагу назад. И это добавляет остроты, а без этого я могу переигрывать какой-то там, допустим, один выстрел 10 раз, пока там мой боец с шансом 10% не попадет. То есть, выстрелил, не попал, загрузился, выстрелил, не попал, загрузился. Если так раз 15 сделал, на 15 раз выстрел все-таки попал. И играешь дальше. То есть, можно всю игру пройти вот таким методом было бы. Я не вижу никакого смысла. Я буду играть в режиме терминатора. Вторую волну я могу поставить. Тут есть режимы, кто не знает, есть режимы русская рулетка. Урон будет больше, разброс имеет там и на один может попадать. Новая экономика. Ну, кстати, вот новую экономику можно поставить. Вот это, кстати, тоже можно поставить. Вот это тоже можно поставить. Русскую рулетку я не стану ставить. Это будет слишком сложно для меня на данном этапе. Я не так уж и навострен в этой игре. Я поиграл в нее какое-то время. И хочу начать снимать уже. И дальше вот познавать игру в процессе. Скорее всего, от серии к серии я буду только совершенствовать свою навыку. Потому что я буду играть не только на записи, но еще параллельно. Потому что на записи я могу играть крайне мало. Всего лишь где-то, ну, допустим, час в неделю. Потому что разные серии выходят на канале. И чаще я их выпускать не могу. Потому что я не могу их просто обрабатывать в таком количестве. Так. Я всегда строился в Европе. Потому что, ну, не знаю, это ближе к России. Тут России нет почему-то для выбора. То есть все это объединили в одну Европу. Вот. И поэтому я строился в Европе. Но вот уникальные знания, как по мне, это не очень полезный стартовый бонус. Вот инженеров бы где. Так. Вот это тоже, мне кажется, не очень полезно. Я до вскрытия ни разу не доходил, могу вам сказать честно. Но, если честно, мне показалось, что вскрытие как-то очень геморройное и сложное. Потому что там нужно ставить камеру, потом нужно строить пистолет шоковый и к врагу как-то близко подходить. А на таком уровне сложности я как-то побаиваюсь к врагам приближаться. Я вообще не знаю, насколько мне удастся пройти или вообще хотя бы стартовую миссию. Так. Вот финансирование на 30%, по-моему, это нормальненько так. И вот 50% на стоимость самолетов. По-моему, это самый крутой бонус. И, по-моему, все именно с ним и играют. Но я возьму, наверное, хотя... Если честно, вот это финансирование, которое приходит с стран, оно какое-то вообще копеечное по сравнению с тем, что мы можем заработать на сером рынке. Там продаются всякие части по 40, да даже по 5, если трупаков продавать. 20 трупаков это уже 200. А этих трупаков-то можно настрелять достаточно много, чем ждать целый месяц 150 монет этих. И вот эти 30%. Давайте вот возьмем Северную Америку и, честно, хочется в Европе начать, но не вижу вот пользы, вот если честно. Я вот поиграл вот сколько раз, вот вообще не ощущается. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но мне кажется, самолеты, они намного ценнее. Потому что связься будет дело туго, как я предполагаю. Хм, сложный выбор, дорогие друзья. Ладно, давайте я все-таки выберу Европу. Европа, это поближе к нам, породнее, изобью на полезность бонусов. Скажу сразу, загрузки, я вот не знаю пока, буду я отрезать или нет. У меня компьютер будет долго достаточно все это отгружать. Я думаю, имеет смысл вырезать и их, и вот ролики, которые я не нашел, как в игре отключить, дурацкие абсолютно. Как корабль взлетает, как садится. И смотреть их каждый раз, вот в начале и конце миссии, по-моему, какой-то садизм. Потому что я вот уже, наверное, раз в 50-х посмотрел. Вообще жуть, в общем, как кто вот это вот придумал, я не знаю. Видимо, таким образом часы геймплея, что я растянули на пару секунд, так тысячу раз по пару секунд уже набегают. Итак, миссия загрузилась, мы высаживаемся, это сбрасываем. Впредь я их буду вырезать абсолютно просто, вместе с загрузкой. То есть миссии будут начинаться вот сразу вот с такого вида, чтобы никто ничего не подумал. И вот эту миссию я уже видел, и она мне показалась сложной. Да, эта карта... Я тут очень долго мучился. Не помню, правда, на какой сложности, я нормальным играл до этого, если честно. Там дела обстояли намного попроще, потому что у меня было больше жизни, а у врагов, по-моему, меньше было, чем сейчас. И вот здесь я даже не знаю, что делать, если честно, чтобы не слиться сразу же. Так, это не то. Да, вот этот дает... Главное, что я понял, это вот за мой опыт игры, это очень выгодно убивать суппортов, назовем их суппортами. Вот кто дает плюс один жизнь для вражеских, для кого-то другого. То есть мы убиваем одного, а умирает еще и взаимосвязанный. А вот это я зря сделал, потому что еще одно, что я понял, второе правило, это включать только одну группу врагов и единовременно стараться не делать так, чтобы сразу много на нас тут набегало, потому что это намного сложнее сразу становится. И вот это уже моя ошибка. Я как-то не разогретый. Сегодня надо было, наверное, пару миссий пройти. Вот, и, по-моему, я забыл еще третье правило. Не помню, какие я назвал первые и вторые. Так, первое правило, это всегда держать полный щит, чтобы боец стоял вот в полном щите. Потому что если мы будем стоять в половине, то нас, скорее всего, прибьют вообще прям и глазом не моргнут. Вот, второе правило, это было не агрить, а третье, я не знаю. Третье, точнее, мое замечание, игра становится легче, когда у нас прокачаны бойцы. Вот, что я хотел еще сказать. Так, а тут что-то нигде и не спрятаться, так, чтобы был полный щит. Давайте вот здесь вот. Нет, отсюда нам никто не виден. Это плохо, потому что я бы пострелял бы, не отказался. Но вот здесь, здесь тут тоже вот ничего нету. Давайте, да, еще вот боеготовность. Overwatch, он же, на английском. Да, мне приятнее было играть на английском в эту игру, вот в тексте. Я, наверное, постараюсь все-таки переустановить игру и сделать ее на английской. Русский перевод здесь достаточно корявый. И вот, вот там вот есть человечек, инопланетянин, которого неплохо было бы... И вот этого тоже было бы тоже неплохо перебить. Но вот этого можно гранатой. Кстати, на невозможном уровне сложности граната это не такая же плохая вещь. Потому что они не убивают врага. У врагов там по четыре палки, а как раз одно оставляют. То есть можно не бояться использовать гранаты. Что мы получим меньше тел инопланетянинов. Да и самих инопланетянинов там на порядок больше. Вот эта статуя, она всегда у меня разрушается. Вот прям вот... Сколько не играл. С первого же этого ее прям в никуда. Давайте убиваем сразу двоих одним ударом. Это неплохо. Вы видите, два сразу ушли в аут. Неплохо. Это точно неплохо. Какие шансы у нас? 45. 45, знаете, это прям как тут... Орелу Решку бросать. Не очень прикольно. Куда бы тут запрятаться? Вот здесь дают полный щит. И вот тут Overwatch был. Но... Мажет. Да. Повезло. На этом уровне сложности, конечно, выхватить только так можно. На нормальном там еще есть какая-то надежда. Но вот на... Классике можно получить прям вот люлею. Это... За раз... Они очень часто критуют. То есть с одного выстрела он сносит сколько сейчас? 5 жизней. То есть 5-6 жизней они уносят только так. И да, я буду обязательно проходить эту игру на самом сложном уровне сложности. Со всеми галочками, которые есть. Отлично. Я еще видел, по-моему, DLC какое-то. Там еще больше должно быть этих галочек. Или уже оно стоит. Я вот этот тоже момент немножко упускаю. Но ничего страшного. Я еще разберусь. Овервотча тут больше нету. Так. Эту группу мы обезвредили. Очень быстро и эффективно. Это мне понравилось. И теперь здесь второе. И это не... Вот убить бы того вот дальнего. И мажет. Ну отлично. Да, я раньше не пользовался полным щитом. То есть у меня что полный был, что полщита. То есть как-то вообще пофигу. И поэтому я так... Овервотч. И поэтому я выхватывал на раз здесь. То есть, а вот как я сейчас понял... И вот сейчас играю с полными щитами. И меня уже чаще мажут, нежели убивают. И нужно как-то... Нужно что-то придумать. Можно, наверное, передвинуться сюда. Хотя он нас увидит, да? И выстрелит. Так. А можно ли сюда гранату кинуть? Потому что поначалу выгоднее... Нет, это глухая оборона. Черт. Я не то нажал. Вот это фейл. Вот это фейловый фейл просто. Трудно придумать, что еще можно было сделать хуже. Ладно. Отлично. Мы видим вот этого дальнего. Сколько шанс? 80. Ну. Отлично. 2 минуты. Лучше вот... Вот если бы не фейл вот этот вот... С... Глухой обороной. Черт. Не знаю, как она на английском называется. А русские термины мне абсолютно не нравятся. Как-то переведены. Да я вообще не любитель переводов. То есть я обычно в русские версии играю только в какие-нибудь сложные RPG. Где уж прям настолько много текста, что я вообще не понимаю, что там о чем. Вот. А вот такие вот, где хватает одного листа текста на всю игру знания. То это я только за английский. Потому что это лаконичнее, понятнее. Так, блин, спалился я. Ну, убьет что ли? Одну жизнь оставил. Ну, ладно. Потому что тут... Я не понимаю, почему вот в русской версии... Вот на базе там есть ученые. И еще кто-то. Так, ученые и инженеры. Зачем сократили слово ученые там? Учен точка. Хотя на английском слово спокойно убралось. То есть в тот же размер. А вот ученый мне вот ни о чем не сказал. То есть я сначала подумал, что это ученики. Только потом собравил, что это ученые. Вот. А на английском я бы сразу понял, что там полностью слово написано. Давайте перейдем сюда. К управлению я немножко привык. Поначалу он мне показался убогим. Потому что я вообще даже не могу камеру крутить, как хочу. Но потом я все-таки свыкся с этим. С консольным придатком. Потому что был бы полностью компьютерный проект. Можно было бы свободно крутить камеру. А так и грузы точили, чтобы можно было играть одной рукой. Так. Отлично. Последний нужно ему плюшку зарядить. Так. Этот видит. Он 45. Давайте попробуем. Отлично. Все. Я прошел практически без потерь. Одно ранение. Для меня это подвиг. Раньше я этот уровень сложности не мог пройти. А теперь прошел. Все заставки я буду сразу выбрасывать. Да. Это не выбрасывается заставка. Но я обещал, что начиная с следующей серии все будет в порядке с этим делом. Этого просто не будет. Вот эти перелеты я тоже буду вырезать. Чтобы вот этой заставки вы тоже не видели. То есть я вырежу сразу две заставки. И мне нужен перелет. То есть меньше мусора. Больше дела. Но если только мне не будет что сказать пока вот все это дело идет. Чтобы вот потом просто не тупить в одну точку. И у нас трое получают повышение. Тут дымовая шашка. Полезный навык. Я раньше не думал, что это ерунда на самом деле полезный. Снайпер тоже полезный. И стрельба на бегу. Кстати, я тоже никогда не использовал стрельбу на бегу. Так, может стрелять или вести ответный огонь после рывка. Вот я им никогда не пользовался. Но потом я как посмотрел, скажем так, как надо играть. Понял, что это вообще просто фантастический навык. Вот штурмовик. Если его можно так назвать. То это просто супер. Так, это все выбрасываем. Чтоб сразу нам не мешало. Так. Два пара здесь. Значит все будет здесь, здесь, здесь. Здесь моторы. И первым делом нам нужно будет конечно же построить блок инженера. Где будут у нас жить. Они дадут нам плюс 5. Но пока он не открыт. И я не могу сказать, если честно, как он открывается вообще. То есть после какой-то миссии. То есть какие-то миссии выполняются. И появляется возможность строить. Вот лично я заметил, что вот именно так это работает. Точнее пока сказать не могу. Но на этом я думаю сегодня мы эту серию прекратим. У меня вполне... Так, еще сюда зайдем. Почему тут желтый восклицательный знак. Так ладно, ничего нету. На сегодня мы думаю вполне неплохо справились. Я прошел без потерь вступительную миссию. Да, поздравьте меня. Дальше мы будем проходить всю игру. В том же темпе, я надеюсь. Без потерь. Или с минимальными потерями. Стараясь не тупить, не втыкать нигде. Я буду учиться параллельно с вами. И рассказывать, чему научился. Скажем так. Но на этом я всех благодарю за просмотры. Не забывайте подписываться. Ставить лайки. И я надеюсь, что разлег не только себя, но и вас. Спасибо.